В имя Слава и Сына Святого Духа, днись, в среду 2-й, в седмице Великого Поста и в канун праздника обретения главы предтечек, И, Господь нас обильно питает славкопитанной пищей духовной. Сначала пророчество Божие, Исаии и Пророк, а затем книга Божия, Бытия, И Притчи, и во всех стихирах, и тропаях канонах, и песнопениях духовных, От них же мы чьимся, мол, восприять частицу и уяснить ее. Этого Алча мы жаждем, потому что время покаяния. Что посеем, то и пожнем, что поймем и усвоим, то и будет нам, братья и сестры, основанием празднования Павки Божьей. Только так, и никак иначе. А как, спросишь, это связано? Полностью, совершенно связано. Например, Каин и Авель, первые дети Адама, и Каин, брата убийцы. Павель же праведный, оставивший только духовную семью, поселение, о котором Господь говорит. От крови Павеля праведного, до крови Гакария, сына Ларахея, и божеубийства между жертвами и наставами. Значит, это кровь, которая дымится от земли. Она же, братья и сестры, и дает родство духовное. Это кровь мученическая. Но мы слышим сегодня и другое. Что воскреси Бог семя. Другое вместо Павеля, Его же убегает. Ее он говорит под старость лет. Сыну старости дал ей Господь. Имя Которому Енос. Сиху быть имя. Имя Ено. Ошибся. Сих, а у Сиха. Быть сын имя Ено. И вот это семя Сихова, семя Еноса. Сей упала призывать за имя Господа Бога. Они оставлены на земле. Они семя Абель. Духовное. Его продолжение. Это непостижимо. Как духовное делается видимым и продолжаемым вещественным земным. Поплоти. Так апостол говорит Тимофею. Что сей Дух прежде обитал в бабке Твоей. Лаиде и матери Твоей Моники. Речь-то не о генетике. Мы можем передать детям все, что в нас есть, но не можем в то же время ничего. Здесь должно быть смирение. Они могут видеть в нас, и мы свидетельствуем о Боголюбии, если только она в нас есть. Я преданусь правде Христову, если только она в нас есть. И это невозможно сказать. И они это видят уверяются. А дальше их воля не наша. Наша дело исполнит свой дом, родительский. Разумевая, не разумеет, о чем я говорю. Не удивляйся, что у благочестивых рождаются благочестивые. Удивляться надо тому, что у благочестивых рождаются благочестивые. Потому что это милость Божия. Вот милость Божия. Ведь это не дело наследственности, плацкого. Это дело милости Божьей. Да, род праведных благочестивых. И мы не знаем, каков конец у этих благочестивых, за которых молятся на том свете благочестивые. Всех Бог заключил в непослушание, чтобы всех помиловал. И у них, и они не лишены будут. Милости Божьей происходит. Это точно. И этому нас учатся. Слово Божие. И нужно обнимать, не мать, братья и сестры, отверстком вверх. Поэтому должна быть такая тишина на службе. На службе должна быть полнейшая тишина. Сказано, обнимать, кто шепты творите власть. Не же плюнуть, не же храпнуть и так далее. Описано. Нельзя проходить на службу с этими пакетами полиэтиленов, которые шуршат. В болоневых куртках, которые на всю землю шуршат. Потому что когда ты стоишь в церкви, этот шум кажется на всю землю. На всю вселенную малейший шуршат. А для чего эта тишина? Или обувь надо выбирать, чтобы была мягкая? Как бы в кованых сапогах некоторые. Как кавалеристы какие приходят сюда. Только шпор не хватает. В церковь, когда входишь, положено снимать. И главной гор. В старые времена и шпоры снимали. И шпаги даже снимали в свою церковь. Военные. Так что перед Богом. Гол и босс. И нищ, и нано стоишь. Так и надо делать. Шумит обувь. Разнусь. Стой босиком. Богу это угодно. И в наше время мы, кто босиком в церковь входил. И даже архиерии, например, Иоанн Максимович. И вот Исайя говорит нам. Серьезно, страшно. Высокие слова. Вознесется Господь с того в суде. Бог Святый прославится правдой. И мы слушаем. Что это за правд? Что это за суд? И упасутся расхищение, як и льзы. И пустыни плененных агнцы поедят. Горе, превлачающим грехи, як и ужин долгим. То есть, один к другому. Ужин долгим. Это грехи, как уш, или как удилище, которое имеет леску и снасть. И вот тянет, 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 тянет. Но не рыбу или люки, а один грех за другим. Таково должно быть, конечно, наше покаяние. Чтобы тянуть одно за другим. Потянешь и все ты тянешь. Сразу. За одно потянул, все вытянул. Как бы за сеть какую-то зацепился. Так нужно иметь такой крючок. Это совесть. И вот, говорит он, когда возносится в суде, беспощадные слова. Для чего? Чтобы мы замолились и пощадим. А слова и суд Божий. Беспощаден. Суд без милости, не сотворившим милости. Милость одна превозносится над судом. Поэтому сколько много постов мы слышим стихи о милосердиях. Не ищи бездомное, ведем в дом и так далее. Дадим алчичьим хлеб. Поэтому нужно милосердие всегда проявлять. Не всякое лык от троха ставит. Кое-кому. А быть сдержанным. И вот он тоже милосердие. И вот он говорит. Горе. Когда судим. Горе. И же мудрим в себе самим. Горе к морковичам. Лукавое, доброе, доброе, лукавое. Тьму, свет. И сладкое, горькое, горькое, сладкое. То есть все перебирающим, все переставляющим. Да. Мы достигли таких времен. Когда свет называется тьмой. И тьма светом. Любовь к Богу называется фашизмом. И экстремизмом. Равнодушие называется любовью. Бойся этого в себе. Просто надо этого бояться. Потому что вот. Он не пощадит. Его законы объективны. Именно так. Законы Божии объективны. Они неумолимы. Законы правды. Законы красоты. Они совершенно объективны. И у христиан должен быть общий вкус. Именно поэтому посмотрите. А некоторые говорят. А я так вижу. А я так понимаю. А мне это нравится. Горе. 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 Если ты так видишь. Так понимаешь. Потому что в церкви. Не может быть мнений. Здесь место только истины. Одно. Она объективна и обязательна. Для всех. Братья и сестры. Для всех абсолютно. Для умных. И не очень. Для развитых. Образованных. И не очень. Для всех одинаковых. Она одна на всех. И она доступна всем. Горе говорит. И же мудрый в себе самих. И пред собой разумный. Вот то, о чем я сейчас говорю. Вот эти слова. То есть для себя самих. То есть мы для себя самих нормальные, умные, мудрые. И сами перед собой разумные. Сами перед собой. То есть составили люди. Некий круг. Сообщество. Коллектив. Так назовем. Общину. Как сейчас модно говорить. И вот они себе самим хороши. Сами собой довольны. То есть у них, кстати, свои собственные, внутренние, как в секте в какой-то, внутренние правила, внутренние критерии. Внутренние оценки. Вот это хорошо, вот это плохо. Вот это красиво, вот это безобразно. Мы это видим всюду, 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 всюду. Вот так и написано современно. Пишут уродство. Просто уродство. Объективное уродство. А друг друга за это хвалят. Как он написал красиво. Это вообще безобразно, уродливо, отвратительно. Нет, это духовно, это аскетично. Пример в пяти километрах от нас. И не только. Это касается не только искусства. Отвратительные стихи, например, пишут. И дарят эти стихи. Батюшка и стихи пишут. И все хвалят, и все называют поэтами. Печатают. Печатают. А это мусор, макулатуры. И вместо того, чтобы сказать самим себе, признаться, что горе, взять это порвать. Выкинуть, напомню. Эти стихи. Эти рисунки. Эти проекты. Эти постройки снести будь до зря. Потому что они безобразные. Безобразные условники. Безобразные, отвратительные, гнухные. Нет, это красиво. Это прекрасно. Потому что это новое. Без хороших материалов. Деньги большие потрачены. Это нравится. И это нравится. Понимаете? Это люди. Люди переступают через свое естественное внутреннее. Им тоже самое модно. Посмотрите, как люди одеваются. Это же безобразно, отвратительно. Эти драны, джинсы. И многое другое. И это кажется привлекательным. Уже никто на это не реагирует. Как на ужас, на отвратительные вещи. Не потребует. Потому что так делают все. Потому что это нравится всем. Нет, не всем. Это очень ограниченный круг. Исторически очень ограниченный. Да у нас были. И так. Наверху. У Бога. Тоже. Им это не может вырваться. Это нравится только, по сути, отщепенцам, маргинам. Которые составили свое сообщество. И мы об этом слышим все время в Библии. Особенно у Исаии, пророк. И вот этого горя надо действительно убояться Великим Постом. И что-то с этим делать. И вот еще. Последнее, скажу, из притчи. Удивительно, что Великим Постом, когда все становятся монахами, все мирянные, и женатые, как неженатые, изложено учение о православном браке. Вот здесь. Если хочешь, можешь понять. И тогда будешь ясно мудрствовать о том, кто такая, например, твоя жена, кем она тебе является. Тогда не будут говорить, например, священник и жена замечалось, что, батюшка, вы должны научиться жить без марши. Это глупость. Это дурь. Почитай, что здесь написано. А я его прочту. Сын, пей воды от своих сосудов. То есть, только от своей жены. Пей. А что можно пить от своей жены? Здесь тоже об этом дальше будет сказано. От своих сосудов. От чужих не ездят. И от твоих плотенцов источник. Вот, оказывается, жена, это плотенец источник. Да произливаются тебе воды от твоего источника. До твоих же пути да происходят твои воды. Да будут тебе единого имения. И никто же чушь притестится тебе. То есть, кроме тебя, никто. Это что значит? Как у мусульман, что ли? Чтобы никто не смел смотреть на твою жену? На ее лицо? Нет. А это значит то, что задушевная внутренняя связь ваша, Тотка, и больше ничего. Никто в мире не может к ней прикоснуться. И ни с кем в мире она не делится. Это внутренняя, задушевная дружба, единомышленная, сокровенная таинство, сокровенная тайна двух душ. Она принадлежит только силу и больше никому во Христе Иисусе. Только Господь ее автор.